Друзья, здравствуйте! Мы все те же, наш кружок, к сожалению, не все российские. Не зря на секты называются, значит, нас мало, но в нашем кружке выдающиеся садоводы, наверное, большинство выдающихся садоводов, это наш кружок. Итак, ну, сейчас я получил еще немного информации, потянет на 1, 2, 3 фильма, посмотрим, и пригодится ли вам, посмотрим. Итак, значит, полюбовались, полюбовались на скромное 400-граммовое. Да, вот наша дама, Гречишникова, Татьяна, значит, полная, в скоте смогут данные дам в конце, это просто полюбуйтесь на человека, который украшает собой сад, а сад украшает ее. Вот, получил последние фотографии. Ну, это не просто груша, это переделанные груши. Причем что-то тут мистикой попахивает, колдовством. У-у-у-у! Ой-ой-ой-ой! Настолько она их меняет. Неужели только благодаря своим мыслеформам и волшебным рукам? Вот, а генетика ни при чем. Такое впечатление, что мы сталкиваемся с чудом. Пока у меня подозрение, что Гречишникова, Татьяна, одна на миллион. Почему? Потому что я еще знаю буквально 2-3-4 человека по принципу 1 на миллион. Но в целях я могу не знать. Наверное, их, если брать человека одного на миллион, наверное, это где-то человек в 100 или 200 таких в стране. Но не все, может, проявляют себя так, как наша Татьяна. Вот, теперь мы вот об этом будем говорить. Об этом. Ауропаха. Поглядели? Так, надчас. Поглядели? Вот. Дальше еще несколько фотографий пришло. Мы сейчас с вами будем смотреть. Вот это вот. Внимание. Прислушайтесь. Ну-ка все вместе. Уши развесьте. Сорт это не очень крупноплодный, но очень сладкий. Я его высадила в одном месте, уже давно, значит, покупала. И он у меня живет, я за ним ухаживаю, за этим пока что единственным кустом. Дальше я, естественно, его размножаю. Ежевеку я размножаю вегетативным путем. Путем черенкования. И вы знаете, путем черенкования тоже образуются клоны. Это мои наблюдения показали. Я уже знаю. Если я где-то взяла растение, оно может себя плохо показывать. Быть мелким, не очень вкусным, не очень хорошим, не очень продуктивным. Но если я своей рукой его перечеренкую, оно всяко становится лучше. Я это ссылала на то, что оно приходит, как правило, ежевика же к нам с Америки идет. Вот, оно приходит в, ну как бы, вот это растение, оно пришло ко мне с саженцем. Оно там родилось. И здесь ему чужая страна. Но когда я его перечеренковываю, я считаю, что так, побег, там же двухлетний цикл побегов, побег, который уже из почки вырос в моих условиях, превратился в зеленый побег, сформировал почки в моих условиях климатических, я его беру, перечеренковываю, и он уже к этим условиям, ну уж не совсем такой и чужой. То есть он более адаптирован. Я считаю, что это просто, мы всегда считаем, что это просто таким образом происходит акклиматизация. У меня очень большая коллекция всяких разных ягодных культур. И я себя считаю не только коллекционером, но еще человеком, который производит адаптацию, акклиматизацию растений, вот уже в моих, ну не таких уж и мягких условиях. У нас степная зона, сильные ветра и резко континентальный климат. Прошу прощения за голос, нос заложен, потому что немножко гриппом заболела. Вот ребенок со школы принес нам тот вирус. Вот. Ну и как бы я этому не удивлялась, я считала, что это нормально. То же самое практика была и с виноградом. Я видела, что те кусты, которые я перечеренковала, если я оставляла себе и как бы пересаживала своими, вот не купила куст и его оставила, а купила куст, он у меня порос, я его перечеренковала и пересадила. Он будет уже другой. Но я не могу сказать, что прям сильно другой, но все равно другой. Чуть-чуть, но другой. Я считала, что это влияние вот этих новых условий. Новых условий. Но в один момент у меня произошло полное непонимание и чудо. По-другому я назвать это не могу. Я не знаю, не понимаю, как такое может изменение произойти. Потому что, да, я видела изменения, но все равно сорт узнаваем. Но он сильно не менялся. Он, может быть, становился чуть крупнее, чуть вкуснее, чуть живучее, чуть урожайнее. Но все равно начис можно было понять, что это начис, а лухтей это лухтей. То есть каких-то глобальных изменений не происходило. Каких-то вот прям таких, что это как будто совершенно другой сорт. Но произошло вот что. Вот этот апачи, я его черенковала. И, соответственно, посадила на новое место. И вот когда он меня на новом месте заплодоносил, два куста я посадила на новом месте, ягоду, которую я увидела, я выпала в осадок. У меня на участке, наверное, самый крупный, это сорт начис. И я стала думать, что, может быть, я ошиблась, хотя у меня ошибки исключены. Но просто таким образом делается размножение, что исключается возможность какой-либо ошибки. Просто, допустим, если я работаю с одним сортом, то я работаю с одним сортом. И у меня сразу подписывается горшок. Если это вязанка черенков, то сначала вешается бирка, потом вообще бирка сначала даже пишется. Пишется план работы, а сначала делаются бирки. Я иду обвешанную этими бирками. И когда я срезала первый черенок, я на него привязала сначала бирку, того сорта, который я нарезаю. Я срезала черенки, сразу смотала изолентой, либо поставила в ведро, если это летнее зеленое черенкование. Смотря какая культура. И все вот в этом ветре есть бирка и есть черенки. И дальше, если я их сажаю, я каждый горшок, у меня уже подписан этим сортом горшок, я иду в гараж, допустим, черенкую и вставляю. Если это кассета, то у меня сначала вешается бирка, либо пишется название сорта на кассете. И вот пока все, что я принесла, я не сделаю, как бы не расчеренкую, не воткну, там не важно, в кассету я сажаю, или в горшок я сажаю, это не важно. Затем я беру метлю, и все остатки вылетаю полностью, и опять чистая площадка. Я иду за малым сортом. Так, мы с вами знаем, что если брать три поколения, то последние два не любят длинных фильмов. Значит, будем заканчивать, но заканчивать на высокой ноте. Итак, вы видели это чудо. Вот я когда-то занимался ежевикой, вот, ну, вымерзала напрочь под снегом. Ну, кумберлент я вообще в расчет не беру, с ужаса вспоминаю эти колючки. Вот, простая ежевика из Москвы была разово, два мельче вот этой на руках волшебницы. Еще скажу, такой момент, вот, кстати, она что-то нам пишет, но это будет уже другой фильм. Вон, в уголочках, Благочисникова Татьяна записывает аудио. Она еще не знает, чем мы сейчас с вами занимаемся. Значит, чтобы закончить на высокой ноте. Кто такая Татьяна Александровича? Она живет в Пьеминпельской области. Фотографии, вообще, в яблоках я показал. Вот. И адрес не рискую давать, времена такие. А телефон, пожалуйста, записывайте. Здесь он мелко очень. Вот. Это у меня, я с WhatsApp записываю, делаю фильм. Делаю снаружи. Потому что, когда снимает сам компьютер, получается прекрасная фотография, прекрасное изображение, а звук плохой. А я просто взял современный фотоаппарат и включил запись. Так вот, запоминаем телефон. 8909-321-4508. Зачем он вам нужен? Сайлусы будете заказывать. И не только эти самые. И не только такие. У него хороший список, хороший. Нужна ли моя дополнительная реклама? А почему нет? Так, теперь, наверное, я бы еще, знаете, что сделал? Я бы сейчас взял вот так вот. Это войдет или не войдет в фильм? Посмотрим. Вот смотрите. Дело в том, что облепиха, это наш бич. Это шикарнейшая, нужнейшая, полезнейшая ягода. Это полаптеки. Смотрите. О-то. Я не готовил эту тему, но мне настолько, я уже видеть не могу. Фото. Фото, фото. Ежевика, так? Я где-то слово облепиха применил. Где-то, может, я оговорился. Е... А может, нет. Что-то в голове слово облепиха. Е-же-ви-ка. Вот. И вот смотрите. Сейчас я буду... Ежевика садовая. Сейчас я вам покажу, что вы увидите. Вот. Все картинки. Вот эти картинки, вот. Тот, кто хочет торговать ежевикой, он берет фотографии отсюда. Почему? Потому что фотографии здесь очень красивые. Делаются профессионалами. Понимаете? Вот. И получается шикарный. Вот, видите, максимальная крупность. Посмотрите, какая красота, да? Вот. Допустим, допустим. А... Ну, еще, может, парочку. Я хочу, чтобы вы сравнили то, что на руке у нашей самой волшебницы. И вот эти вот. Так вот, все, что... Даже то, что я купил в Москве. Ну, то, что я купил в Москве, где-то вот такое. Да. Вот такое я купил. Ну, поел, конечно, пока не замерзло. Одна, ребят, бесснежная зима, и прощай. Вот. Как не наклоняло, снега не было, упустил, вымерзло. Но у меня Сибирь. Это... С этим и так понятно. А... Именно эти фотографии... Везде, кто продает ежевику, берет фотографии отсюда. Выбирает самые-самые престижные. Вот такие вот, смотрите. Видите? Вот. Ну, теперь вы поняли цену. Если... А! Татьяна Александровна. Дочка. Ну, я дочкой называю. Она моя духовная дочка. Мы одного поля ягоды. Вот. Мы одной крови. Так. Как в этом Маугле. Так вот. А продает ли она эти... Саранцы? А я сейчас только подумал. А чего я рекламирую-то? А она не просила. А давайте, что же нам делать-то? А, еще у нас место есть на записи. А мы сейчас ей подводим с телефона. Тут не могу. Я говорю, там только сунешься, а там столько этих чужих телефонов, а люди перестали. Люди стали бояться. Ну, и правильно делают. Так. Значит, сейчас я с телефона попробую ее набрать. Вот. что там такое? последняя минута. А я тут так расхвалил твою ежевику, я сам чуть все равно не подавился. Мог умереть от зависти. Так вот, скажи, пожалуйста, я отдал твой телефон, ну, так, ну, так, слушай. А может, у тебя и нету с Адексом на продажу. Она же услышала сотни людей. Значит, надо на сайте смотреть, на витрине. Мне кажется, он здесь, значит, не кончался. Ага, как кажется, есть. Ну, тогда разбирайся сама. Вот, телефон я дал, продиктовал, сейчас, через несколько, ну, через полчаса вышел тебе черновик. Но я надеюсь, ты его не забракуешь. И сразу брату высылаю. Ну, хорошо. Высылаю для размещения на канал с музыкой, с титрами. Спасибо. Вот. А сейчас, извини, у нас с тобой не сходятся эти два часа разницы. Спасибо. Спасибо. В общем, все, давай, пока. И еще, я надеюсь, информация, Татьяна Александровна официально говорит, информация бесценная. Но начало с самого простого. Вот. Съезживите. Давай, пока. Фильм за мной. До свидания. До свидания. Так что, друзья, будем кончать. Будем кончать. Значит, у меня таких людей особых такое впечатление. Знаете, когда-то это только появилось экстрасенсы, появились целители. Это великие примеры сего, сильные мягкие, захотели быть вечно здоровыми. Они начали делать, создавать специальные лаборатории. Давайте, пусть нас они лечат, пусть колдует. Это, много было интересного по созданию новых лечебных растений новых. Что только не применяли, чтобы усилить их влияние. И так получилось, что все это постепенно, постепенно сошло на нет. Было все это признано даже не знахарством, а халтурой. Было призвано в общем, самые последние слова. Я почему это говорю? Дело в том, что есть люди, у которых действительно в руках все преображается. Такие люди, их мало, это штучные изделия. Я считаю, и сейчас их вот, смотрите, вот сейчас их надо изучать. Изучать как? Значит, когда-то проводили опыты, вы знаете, что одни могут воду делать лечебное только своим присутствием, банку в руках подержать. А были случаи, это с тех времен информация. Вот он банку в руках подержал, и все микробы умерли. А это хорошо? А так вот лучше бы, чтобы у нас были такие люди, которые могут оживлять воду, вот, чтобы эта вода свои свойства передавала нам, растениям, вот, или уже напрямую. Вот захотелось ей у нее эти 500-граммовые груши, пожалуйста, что, показать? Вот это вот чудо сделано своими руками. А я старый волк с 40-летним стажем. Я что теперь должен лететь от зависти повеситься или застрелиться? Нет, я буду просто с уважением относиться к людям, чьи задатки, у кого волшебные руки, и нам надо, чтобы таких людей, наверное, наверное, знать наперечет. в свое время ногу Татьяну Александровну полосемнику уральскую, которая, еще пару слов скажу, она умирала, вот, ей приснились яблоки, она из семечек вырастила десяток сортов, яблоки оказались предельно сладкие и лечебные, и она со смертельной болезнью прожила еще много лет, вот это было, вот, вчера позвонил товарищ, просто товарищ, которого я не знаю, вот, просто сказал, я хочу ее найти, я дал все данные ее, ее дочке, вот, потому что никто так и не заинтересовался этими волшебными деревьями, которые можно было размножить уже тысячекратно, ну, все, сейчас сам остановится эта запись, поэтому я с вами прощаюсь, друзья, до свидания, вот